Друзья, всем привет! С вами Кочетков Александр. Сейчас вот появилась возможность, минуточка, для того, чтобы записать ролик. Важная тема. Давно ее не поднимал. Многие ролики не пересматривают и не понимают. Самое страшное, когда люди начинают со мной спорить и говорить, температура, у меня температура, это катастрофа. Греть нельзя. И чем отличается температура обычная, ну в смысле нагрев обычный, о котором говорят врачи, и чем отличается инфракрасное тепло? Это потому что очень важно, потому что это людей дергает, потому что люди, как только с этим сталкиваются, у них сразу мозг выключается. Ну там же написано, греть нельзя. Так вот, ну я в принципе уже рассказывал, но теперь расскажу саму суть, чем отличается обычное тепло от инфракрасного. Человек в субботу, у них традиция идти в баню, но у нее, вот пришел к ней вирус, ну или ангинка, и вот человек себя начинает плохо чувствовать, но при этом идет в баню. Что при этом происходит? А почему я продолжаю утверждать, что инфракрасное тепло на коврике можно лежать даже при любой температуре, а в баню ходить не стоит? Смотрите, как это работает. Когда ты заходишь в баню, что с тобой происходит? Появляется внешний раздражитель, температура, против которой в организме все построено. Ну, потому что перегрев организму абсолютно не нужен. Под кожей у нас находятся тепловые датчики, которые передают информацию мозгу. То есть ты зашел в парилочку, присел там на попку ровно, и хорошо тебе, да, вроде как жарко. Как только температура тепло проникает под кожу, мозг начинает получать информацию о том, что снаружи внешняя температура, там допустим 100 градусов. Мозг анализирует и понимает, что несовместимо с жизнью, минут там 5-7-10 мы еще как-то протянем, потом кровь от перегрева свернется и нас не будет. Но мозг это такая штука, это машина, это компьютер, который сам себе хуже не сделает однозначно. То есть у него есть программа максимально выжить в любой ситуации. Вот. И он проанализировав это, что он делает? Он начинает себя охлаждать. В этот момент у вас срабатывают почки, и через кожу начинают выделяться капельки пота. Этот пот от тела, ну, испаряясь, он охлаждает кожу. И сколько бы вы там не сидели в этой сауне, долго вы не усидите. Ну, потому что никто же не хочет сердечного приступа там или крякнуть раньше времени. И, соответственно, сколько бы вы не грелись, чем больше вы там паритесь, тем больше вы потеете. И, соответственно, вы охлаждаетесь. И ваша температура тела внутри, она никак не может подняться выше, там, допустим, 37,3 градусов. Хоть сколько ты там сиди. Чем больше сидишь, тем больше потеешься, соответственно, больше охлаждаешься. Другого варианта нет. По-другому это не работает. Вот. Ну и самое главное, что при этом происходит. Почему не разрешают ходить сердечникам? Ну, сердечники это кто? Это те люди, у которых плохо работает сердечно-сосудистая система. Почему нельзя? Ну, либо можно, но очень осторожно. Это надо будет, как со спортом, постепенно раскачивать себя. То есть у тебя плохо работают сосуды. Что происходит? Когда ты... Охлаждение за счет чего? За счет кровообращения. Кровь с лимфой гоняет. Пот. По нам. Ну, ладно, вы там, короче, докапываетесь до моих слов конкретно. Если что. Вот, кстати, да. Я тогда в этот вопрос более глубоко залезу. И мы уже с вами разберем уже по-настоящему. Даже стрим проведем по этому поводу. В общем, когда... Температура пришла, организм поднимает давление, потому что ему надо жидкость эту вытащить через кожу, чтобы охладиться. Поднимается давление. Но если у вас слабенькие сосудики, вы можете получить инсульт или инфаркт. Оно вам надо? Нет. То есть у вас и так, то есть вы понимаете, что у вас проблемы с сердцем, да? Но при этом идете в баню. Не стоит этого делать. Надо все делать разумно. И как работает инфракрасное тепло? Там немножко процесс. Тоже тепло, но только по-другому. Мы такие же инфракрасные излучатели, как, допустим, аппарат, как нефрит, как желтая глина, как карбон. Мы в точно таком же диапазоне работаем. Если кто-то хочет уточнить, как выглядит инфракрасное тепло, приборы ночного видения, наверное, все в курсе, как работают. То есть в темноте одеваешь такие специальные очки, и ты видишь свечение вокруг тела человека. То есть ты не человека видишь, а зелененькую ауру, да? Вот это и есть инфракрасное тепло. И так как мы точно такие же инфракрасные излучатели, как этот нефрит, он по определению нам не враждебный. А инфракрасное тепло, это... работает в диапазоне, это высокая частота. Там... Ну... Что, 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 в цифре. От двух с половиной до двадцати пяти микрометров. Во, длина волны инфракрасная. Для нее кожа не... Не препятствие. То есть для обычного тепла кожа препятствие, для инфракрасного тепла кожа абсолютно не препятствие. Потому что оно глубоко проникает. То есть как... Это... Простой пример, это вот... Микроволновка. То есть когда вы стакан или тарелку с едой ставите в микроволновку, что нагревается первое? Нагревается жидкость, а не стакан. Или тарелка. Вот. А тарелка уже нагревается от перегрева. От того, что ты нагрел жидкость, и она уже нагрела саму тарелку или там стакан. То же самое в нашем организме. То есть это инфракрасное тепло проникает в нас на глубину 3-10 сантиметров. То есть мягкие ткани 10, в кости где-то, ну там, 3 сантиметра. Как это происходит? То есть ты берешь... Ну, то есть ты... Вот есть такие инфракрасные сауны. Почему они полезны для сердечников? Потому что тепло инфракрасное проникает глубоко под кожу, и оттуда начинает воздействие. То есть, ну, если вы лежали зимой, ну, кто имеет аппараты, те замечали, то есть когда ты остывший, прохладненький, ложишься на аппарат, ты сразу не чувствуешь тепло. Оно приходит попозже. То есть на самом деле задержка идет где-то в районе там 20-30 минут. То есть инфракрасное тепло в глубину проникает, и оттуда, из-под кожи, уже начинается тепловое воздействие идти, тепло идет к коже изнутри. И получается наш организм всего лишь навсего на 20-30 минут получает позже информацию о том, что прогрев идет. Ну, на кровати рекомендованная температура 60 градусов, и при этой температуре, когда корейцы разрабатывали эти аппараты, они, ну, полностью их тестировали. То есть почему 60? 60 это такая безопасная температура, что ты не получишь ожог, но при этом ты получишь максимальную пользу. Почему выше, ну, надо делать выше температуру, так, ну, 60 градусов? Потому что чем выше температура, тем глубже вот этот инфракрасный луч, инфракрасное тепло проникает под тело. То есть наша задача прогреться. Вот. Но это те же самые 60 градусов. И когда до кожи доходит только изнутри вот эта температура, датчики точно так же сработают, и мозг получит информацию, что снаружи, опять же, 60 градусов, и он точно так же сработает, как и при обычном тепле. То есть он начнет тебя охлаждать. Потому что 60 градусов это тоже критично. В организме там при 41, при 42 градусах кровь сворачивается, и мы того, умираем. И организму это не надо. И он этому противодействует. Так вот, еще самое главное. При обычном тепле, то есть когда сердце начинает, ну, надо же подать эту жидкость и выдавить через кожу, это работа, это серьезная работа. И сердце начинает учащенно молотить. То есть мощные артерии от сердца начинают, ну, то есть сердце начинает колотить, и кровь начинает ускоряться. Но при этом периферийные сосуды, которые не задействованы, они еще как бы не готовы, и кровь там медленно течет. И если с тобой, ну, как бы, как едет быстрый поезд сзади, впереди медленный поезд, и если быстрый поезд нагоняет, случится катастрофа. Вот так вот происходят инфаркты и инсульты. То есть если медленный поезд нагнали в районе сердца, ты можешь получить инфаркт. Если где-то в бестолковке, то, ну, потому что ты в баню пошел, при условии, что у тебя проблемы, значит, у тебя не голова, а бестолковка. Вот, ты получишь инсульт. Если это вам надо, думайте головой. И особенно опасно, как бы, на прогретое тело, вот этот, как его, ледяной водичкой поливать. Ох, это, ну, короче, глупостями не занимайтесь. Статистику эту нигде не афишируют. Сколько людей вот из-за ненормальных поступков погибают просто в бане. Вот. Дальше. И чем отличается вот инфракрасное тепло? То есть это внутренний нагрев. То есть мощные артерии внутри тела. Почему нет никакой нагрузки, когда ты лежишь на аппарате или на коврике? Внутри сосуды. Ну, потому что тепло начинает действовать изнутри, а внутри тела самые мощные артерии кровеносные. Они уже нагреты, сердце начинает работать с задержкой, но сосуды уже раскрыты. То есть физику вспоминайте. Это физика и физиология. При нагреве сосуды расширяются. Все. То есть нет никакого риска, что у тебя там случится инсульт или у тебя случится инфаркт. Вот и все. Здесь не получается. Медленный поезд догоняет быстрый. То есть сосудики раскрыты, все у тебя работает. И самое главное, самое основное. Допустим, при воспалении, когда ты сходишь в баню, твой организм охлаждается. Но при этом температура тела до 37,5 градусов это очень плохо. То есть в этот момент все вот эти болезнетворные микрофлоры и всякие-всякие вот эти вирусы и так далее. Они наоборот развиваются очень хорошо. То есть для них вот эта температура до 37,5 градусов это счастье. И температура организма, ну то есть это организм температуру создает не кто-то. Это большая ошибка человечества. О том, что мы начинаем бороться со следствием. То есть мы пытаемся сбить температуру. Не надо сбивать температуру. Надо просто понимать откуда и зачем она. То есть это термически наш организм пытается ослабить вирус или ослабить какое-то воспаление. И бороться с температурой не надо. Надо смотреть за ней. Ну и то тоже. Это градусник, это тот же самый тонометр, который убивает твою поджелудочную. Это то же самое, что... Нет. Глюкометр и тонометр. Тонометр твое сердце убьет, глюкометр убьет твою же поджелудочную. Так. Ну и все. У тебя поднялась температура, значит у тебя какой-то вирус или воспаление. Организм за счет поднятия температуры, он термически ослабляет ее. Ну, его или ее воспаление или вирус. И дальше организм, ну то есть потратив колоссальное количество энергии, то есть для того, чтобы эту температуру создать, он тратит силы. А ты вместо того, чтобы ему помочь, дальше после этого, когда он поднял температуру, он биохимически, за счет своих желез внутренней секреции, начинает уже бороться биохимически. То есть начинает вырабатывать антитела и все остальное. Вот так это работает. И если ты в этот момент сбиваешь эту температуру, ну ты делаешь медвежью услугу, оказываешь своему организму. То есть он поднял температуру, потратил силы, и ты в этот момент ему, ну все силы потрачены зря. Ты сбил температуру, ты ему абсолютно ничем не помог. Обратите внимание на детей. Дети могут при 38, там с половиной градусов до потолка бегать и ничего. То есть это штатная работа организма. Для него это никакая не катастрофа. Для организма в молодости. Когда ты, конечно, уже старенький, из-за того, что у тебя уже проблемы с сердцем и так далее. Да, ты уже чувствуешь нехорошести. В общем, не надо сбивать температуру. Надо просто помочь организму. Кто знает меня, тот знает, что есть аппарат и как это сделать. Ложишься, ты оказываешь пользу организму. Поднимая температуру извне, получая вот это от кровати, допустим, или от коврика тепло, организм на это не тратит вот эти колоссальные силы. И, соответственно, у него освобождается возможности, и он начинает больше биохимически действовать на этот вирус или микроб, или на воспаление. И, соответственно, организму проще с этим справиться. Кстати, еду с человечком. А она слушает внимательно. Вот. В общем, привез в Евромет. Вот, такие дела. То есть, буду биться с ними, бороться и так далее. У них, кстати, есть кровать стоит. Нуга Бест, насколько я помню. В общем, всем удачи, всем пока. Будут вопросы, задавайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях. Всем удачи. С вами был Кочетков Александр и мой тайный пассажир. С вами был Кочетков Александр.